Новый год праздник для людей, но опасное время для домашних животных. В домах появляются елки и новогодние украшения, которые привлекают братьев наших меньших. По информации ветеринаров, в новогодние праздники значительно увеличивается количество обращений. И летальные сходы не редкость. Начинаются новогодние праздники, Рождество, и любят украшать елки различными шурой. А кошки, у них дурная привычка, веревочки, ниточки, все это начинают они кушать. А строение языка у них очень такое интересное. Они что захватили, такой шершавый, и они потом выплюнуть не могут. Оно цепляется, они вынуждены как бы затягивать, засасывать в себя. Лучше показаться, и особенно если застряло что-то в желудке, ну не травмирующее, не игольчатое, оно там может достаточно долгое время находиться. Но если спустилась в кишечник, вот нет стула у животного, и какие-то рвотные позывы, и очень болезненная брюшная стенка, то тут нужно срочно к врачу, срочная операция. Это первые признаки, да? Да, первые признаки. Животные во время игры проглатывают новогодние украшения, и не всегда хозяева это видят. Если у вашего питомца появились болезненный вид, рвота, отсутствие аппетита и стула, повышение температуры, это признаки, чтобы начать бить тревогу. Ни в коем случае нельзя вытаскивать мышеру самостоятельно, необходимо срочно отвезти животное к врачу. Также ветеринары советуют отказаться от новогоднего дождика при украшении елки. Все, что можно проглотить, лучше всего на елку не вешать. Стоит убрать и хрупкие стеклянные шары, которые могут разбиться и поранить питомца. В домашних условиях можно вызвать рвоту. Чем это можно сделать? Поваренной соли на корень языка насыпать животному и вливать водичку, пока не выживет. Если не заметили, появились какие-то клинические признаки, животное рвет, отказывается от еды и так далее, то нужно обращаться к ветеринарному врачу. В таких случаях, как правило, помогают только операции.